Программа выходит при поддержке областной клинической больницы. Областная клиническая больница. Ваше здоровье. Наш престиж. Изобретатели сделали защитную маску для носа. Жителям Индии остро не хватает вакцин. Ученые рассказали, как продлить свою жизнь на десятки лет. В рубрике «Все о еде» вы узнаете о пользе и вреде краснокочанной капусты. Гость нашей студии, врач-терапевт, расскажет, что нужно знать о вакцинации от COVID-19. За год пандемии коронавирус убил почти 3 миллиона человек. Самыми распространенными симптомами инфекции являются сухой кашель, лихорадка, потеря или изменение чувств запаха и вкуса. По данным Всемирной организации здравоохранения, некоторые люди также страдают от усталости, головной и других болей в теле. А серьезные проявления COVID-19 могут включать одышку, боль в груди и неспособность нормально говорить. В то же время многие ученые отмечают, что симптомы коронавируса могут барьироваться от человека к человеку, от очень легкой до тяжелой формы заболевания. Появились данные о том, что заражение вируса может вызывать нарушение слуха. На связь между COVID-19 слуховыми и вестибулярными проблемами указал новый проект. Его авторы – специалисты Манчестерского университета и Манчестерского центра биомедицинских исследований. Проанализировали данные 56 исследований и пришли к заключению, что COVID способен вызывать нарушения вестибулярной системы, в том числе проявляющиеся как долгосрочные эффекты. Мексиканские изобретатели сделали защитную маску для носа. Создатели такой назальной маски предлагают поверх надевать обычную, снимать ее, когда нужно поесть или попить, а также привезти к стоматологу, при чистке зубов и в подобных случаях. Нос по задумке будет закрыт всегда. Разработку назвали «Маск-итинг». По словам иммунологов, маска для носа снижает риск заражения коронавирусом. По данным университета Джона Хопкинса, заражение коронавирусом чаще происходит через слизистую носа и глаз. Ученые также выяснили, что люди, носящие очки, реже оказываются инфицированными. Индийский штат Махараштра, как и многие другие регионы страны, столкнулся с беспрецедентно мощным ростом заболеваемости коронавирусом. Однако, по словам местного министра здравоохранения, в штате отмечается чуть ли не самая острая в Индии нехватка вакцин против COVID-19. Многочисленные центры вакцинации в Махараштри закрываются, а людей отправляют домой. Запасы имеющихся вакцин оцениваются всего в 14 миллионов доз. Для других стран это огромное количество, но Индия, где проживает более 1 миллиарда жителей, это очень мало. И количество в 14 миллионов доз хватит всего на три дня. Именно поэтому людям, которые приходят в центры вакцинации, советуют вернуться домой и ждать дополнительной информации. Центры вакцинации по требованию власти должны в приоритетном порядке прививать людей в возрасте от 20 до 40 лет. Каждую неделю требуется по 40 миллионов доз вакцины. Имеющихся сейчас объемов явно не хватает. Ранее правительство штата вакцинировало по 4 миллиона человек в день, а потом эта цифра была увеличена до 5 миллионов. На фоне нехватки вакцин Индия приостановила экспорт лекарств в другие страны. Благодаря отказу от употребления алкоголя можно продлить жизнь на 28 лет. Специалисты в течение 20 лет проводили наблюдения за продолжительностью жизни алкоголиков в Дании, Финляндии и Швеции. В итоге выяснилось, что летальность от различных заболеваний и недугов была сильно выше в пьющей группе участников исследования. В среднем они жили на 28 лет меньше. Стоит отметить, что врачи неоднократно предупреждали о пагубном влиянии спиртных напитков на организм. Не секрет, что алкоголь даже в малых дозах может повысить риск возникновения онкологических заболеваний, слабоумия и бесплодия. Кроме того, крепкие напитки негативно воздействуют на функционирование сердца, мозга и печени. С наступлением священного месяца Рамазана многие казахстанцы задаются вопросом, можно ли держать пост в сезон вирусных заболеваний, не опасно ли это для здоровья. По словам врачей, соблюдение мусульманского поста полезно для человеческого организма. Нет убедительных доказательств, что пост ослабляет иммунитет. Наоборот, есть примеры, когда у некоторых людей кровяное давление, вес и другие показатели здоровья организма стали улучшаться. Прерывистый пост вне Рамазана также стал популярным в качестве диетического решения, отмечают медики. Ураза способствует физиологическому отдыху пищеварительной системы и центральной нервной системы. Нормализует метаболизм. В Шымкенте проходит обучающий цикл врача-доцента Санкт-Петербурга. Обучение проходит 56 врачей-узистов, все перинатологи города Шымкент, которые работают в поликлиниках и двух городских больницах и перинатальном центре. Лекция была организована региональным институтом после дипломного обучения врачей. Сегодня мы ввели трансляцию с тоже экспертного оборудования «Валюсон-8». Мы сейчас находимся в кабинете, откуда у нас и шла трансляция в зал. Вот наших докторов видно в зале. Ну, сейчас вот они ушли, но там они сидели и полностью видели экран нашего компьютера и звук сопровождения. С моими комментариями, да, что мы конкретно видим. Хочу сказать, что работали мы плодотворно очень. Участники лекции тоже под впечатлениями. По их словам, цикл проходит результативно и никак не сказался на рутинных обязанностях. Они на практике обследуют местных пациентов и диагностируют возможные проблемы здоровья плода. Заключается особенность этой лекции в том, что нас обучают вначале теоретически, потом практически. Нас учат, как правильно делать замеры, как правильно все трактовать. Новые мировые новшества, как правильно их применять и в первом триместре, и как трактовать во втором. Все наши перинатальные особенности – диагностики. Лектор отмечает профессиональность местных врачей и хорошую оснащенность центра последним оборудованием экспертного класса. В конце мероприятия врачам-узистам будут вручены сертификаты. Медицинский центр «Сити Мед» девушка обратилась с травмой. Семь лет назад она упала с лестницы. С тех пор ее беспокоит боль в колени. Пациентка рассказывает, в последнее время она с трудом стала передвигаться по дому. После тщательного обследования девушки назначили операцию по артероскопии коленного сустава. В медицинском центре «Сити Мед» высококвалифицированные врачи регулярно проводят такие операции. Во время оперативного вмещательства мы непосредственно увидели, что происходит в коленном суставе, а именно в данном случае у нее было частично разрыв передней крестообразной связки, дегрентивные изменения разволокнения мягких тканей внутри коленного сустава, также дегрентивные изменения латерального и медиального менисков. Все это во время операции было почищено. Все эти проблемы в коленном суставе были устранены, и, соответственно, сейчас пациентка чувствует себя хорошо. Артероскопия – это современный метод лечения в травматологии. Благодаря ему можно делать сложные операции через проколы. Преимущество этого метода перед традиционной открытой хирургией в том, что сустав не открывается полностью. Все манипуляции проводятся бескровно. Серьезных шрамов не остается, пациент быстро поправляется. Артероскопические операции можно делать при заболеваниях коленного сустава, при травмах коленного сустава, также плечевых суставов, тазобежных суставов, ну, любых суставов. Кроме того, в медицинском центре «Сетимед» работает реабилитационный кабинет, где послеоперационные пациенты смогут пройти дальнейшую реабилитацию. Адрес поликлиники – улица Б. Турсынова, 10 Б. Телефон для справок – 39 17 58. Сегодня у нас в гостях врач-терапевт областной клинической больницы Кульбаева Адель Мурзабековна. Здравствуйте. Здравствуйте, Елена. Большое спасибо за то, что пришли к нам сегодня в студию. Как настроение? Все хорошо. Здорово. Массовая вакцинация против COVID-19 в разгаре, и далеко не все люди знают, как она работает, как не подготовиться. Еще люди разбились на два лагеря – те, кто за прививку, и те, кто против. Расскажите, пожалуйста, что собой представляет вакцинация против COVID-19? Вакцина против COVID-19 – это вакцина, которая вызывает формирование приобретенного иммунитета против коронавирусной инфекции. Вакцина против COVID-19, в ней используются фрагменты, в которых есть вирус, который был или убит, так сказать, или ослаблен. Но не для того, чтобы вызвать это заболевание, а для того, чтобы помочь безопасно генерировать сам иммунный ответ. То есть стимулировать заболевание прививка никак не может? Нет, она никак не может. Наоборот, она, когда попадая в организм, дает нашему иммунитету толчок, чтобы его защитный механизм сам сработал. Расскажите, как подготовиться к вакцинации? Какие есть правила, которые обязательно нужно соблюдать? Ну, особой подготовки к вакцинации не надо. Должен быть точно такой же распорядок дня, потому что многие говорят, надо не кушать, допустим, или еще три дня что-то не делать. Все такой же привычный образ жизни. Главное, чтобы в этот момент не было какого-то недомогания или обострения хронических заболеваний. Вот самое главное. А перед прививкой не нужно сдавать тест на антитела? Нет. По последним рекомендациям ВОЗ не обязательно сдавать на антитела. Люди, которые переболели уже коронавирусом, они могут также вакцинироваться? Люди, которые переболели коронавирусной инфекцией, они, если вот в данном моменте переболели, только через 6 месяцев рекомендуют. А которые вот год назад, когда летом вспышка была, уже могут спокойно. А вот почему людям, которые уже переболели, все-таки следует привиться? Потому что наши антитела есть, но они сейчас могут быть уже как бы уменьшились в объеме. И даже бывают случаи, когда больной переболел, но антитела у него нет. Может, он перенес на ногах в легкой форме, не знал об этом, что он болеет. А какие побочные эффекты после прививки считаются нормальными? Ну, побочные эффекты вообще от всех вакцин – это местная реакция, потом болезнь в месте инъекции, головные боли, может быть, повышение температуры тела, может быть, слабость такая небольшая, легкое недомогание. Ну, у всех, конечно, по-разному, у кого-то может быть температура, у кого-то нет. Вы сами привились, да, конечно? Я сама привилась, конечно. А, вот какие у вас были недомогания после вакцины? У меня не было ничего. Ни температуры, ничего, здорово. А нужно ли после вакцинации носить маску, или уже человек полностью защищен и может ничего не бояться? Нет, после вакцинации обязательно носить маску, потому что вы можете заразиться другой какой-то инфекцией. Потом после вакцины, допустим, иммунитет сформируется почти до 56 дней. Поэтому соблюдать масочный режим обязательно. Говоря о противопоказаниях, кому не рекомендуется прививаться? Ну, главные противопоказания — это первичный иммунодефитит человека, потом беременные кормящие женщины, в-третьих, это заболевания крови, какие-то злокачественные образования, потом тяжелые аллергические реакции, потом вот именно индивидуальная непереносимость компонентом вот этой вакцины, также люди именно с хроническими заболеваниями во время обострения и острые какие-то вирусные инфекции на данный момент. А вот еще такой спорный вопрос. Можно ли прививаться пожилым людям старше 56 лет? Можно. Но самое главное, чтобы в этот момент у них не было обострения хронических заболеваний. Они сначала должны уйти в ремиссию, а потом уже спокойно прививаться. Это какие именно обострения? Это сахарный диабет, абструктивный бронхит какой-то, бронхиальная астма, артериальная гипертония. Это вообще не противопоказание, главное, чтобы это не было в данный момент обострением. Беременным и кормящим женщинам не рекомендуют делать, потому что вакцина как бы новая, и наша российская вот эта спутник 5, и зарубежная Pfizer, потому что нету еще таких клинических испытаний, она не проверена. Но их проверяли на животных, но никаких не было побочных действий. Но пока то, что она новая, ее не делают, не рекомендуется. Детей сейчас также не вакцинируют? Нет, детей до 16 лет не прививают. А в целом, как сейчас ситуация? Много ли желающих людей, которые хотят все-таки привиться? Желающих очень много, особенно 60+. То есть пожилые люди, да? Да, пожилые, да, хотят прививаться. Большое вам спасибо за то, что пришли к нам в студию, все подробно рассказали, и напоследок ваши пожелания и рекомендации нашим телезрителям. Дорогие телезрители, желаю вам крепкого здоровья. Сделайте вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19 обязательно, потому что если все мы будем привиты, то не будет у нас пути передачи инфекции как воздушно-капельный путь. И поздравляю всех со священным месяцем Рамазан. Спасибо вам большое, всего доброго. Спасибо, до свидания. Существует немалое количество разновидностей капусты, однако краснокочаная заслуживает особого внимания, поскольку представляет собой самый настоящий источник полезных веществ, укрепляющих организм. Сегодня в рубрике «Все о еде» мы подробно поговорим об особенностях этого овоща. Краснокочаная капуста принадлежит к семейству красноцветных. По поводу происхождения этого овоща есть несколько версий. Одни исследователи предполагают, что первые красные головки появились где-то на севере Европы, другие утверждают, что в Китае. Но где бы ни выросла первая красно-фиолетовая капуста, ее ближайшей родственницей все равно остается белокочаная. Но в отличие от нее, фиолетовая капуста не бывает ранней, известны только поздние спелые сорта овоща. Эта культура очень выносливая, она не боится холодов, может выдерживать даже краткосрочные заморозки и хорошо переносит жару. Краснокочаная капуста содержит белки, клетчатку, ферменты, фитонциды, сахар, железо, калий, магний, витамин С, В1, В2, В5, провитамин А и каротин. После многих исследований ученые утверждают, что краснокочаная капуста очень полезный для человека продукт. Она, как полагают, является одним из полезнейших овощей для замедления процессов старения. Ей приписывают силу бороться с онкологическими заболеваниями, улучшать состояние кожи и глаз, способствовать похудению, укреплять иммунитет и костную ткань, очищать организм от шлаков. И плюс ко всему этому считают, что красная капуста полезна для предотвращения диабета. Краснокочаная капуста отличается от белокочаной не только сине-фиолетовой окраской, но и химическим составом. Она содержит больше витамина С, А и белка, а также лучше сохраняется в течение длительного времени, не теряя полезных свойств. Далее вы узнаете, как хранить и выбирать яркий и полезный овощ. Потрогайте капусту снаружи, чтобы убедиться, что она твердая. Если на ощупь капуста кажется мягкой и вязкой, а не твердой и плотной, тогда, вероятнее всего, внутри она гнилая. Внимательно осмотрите листья. Выбирая капусту, ищите такую, которой лишь несколько листов отстают от кочана. Если капуста в целом выглядит незакрыто и много листьев прижато недостаточно плотно к стержню капусты, этот овощ может оказаться сухим на вкус. Если листья слишком мягкие, значит, кочан старый и давно хранится на прилавке. Не покупайте капусту с признаками гниения. Это видно сразу – листья значительно повреждены, на них много пятен и темных участков. Капуста должна оставаться целой до той поры, пока вы не решите ее есть. После того, как вы разрезаете капусту, она начинает терять витамин С. Если вам необходимо сохранить половинку капусты, тесно оберните ее в пищевую пленку и храните в контейнере холодильника. Хотите сохранить питательные свойства и хрустящую текстуру капусты – держите ее в холоде. Безусловно, лучше всего есть сырую капусту, например, в салате. Так она сохранит больше витаминов. Однако некоторые исследования показали, что даже при термической обработке краснокочанная капуста сохраняет важные антиоксиданты. Прямо сейчас вас ждет очень оригинальный рецепт стейков из краснокочанной капусты. Не пропустите! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Наряду с полезными свойствами у красной капусты есть и противопоказания, которые тоже нужно учитывать. Ее не рекомендуется употреблять людям, у которых наблюдаются болезни желудка. Осторожно стоит отнестись к капусте, кормящим матерям, поскольку вред она может причинить грудничкам в виде коликов. По той же причине ее не предлагают малышам до годовалого возраста. Ну и, конечно, не стоит забывать об индивидуальной непереносимости. Берегите себя и выбирайте полезные продукты. Областная клиническая больница Туркестанской области является ведущим медицинским центром региона, оказывающим высокоспециализированную помощь населению области. В отделении нейрохирургии оказывается весь спектр высокоспециализированных операций при заболеваниях центральной и периферической нервной системы, дегенеративных заболеваниях и последствиях травм позвоночника. В ортопедическом отделении проводится оперативное лечение наиболее тяжелых заболеваний костей и суставов современными технологиями, как эндопротезирование коленного и тазобедренного суставов. Нашими ценностями являются служение пациенту, приверженность к качеству, командная работа и социальная ответственность. О таком заболевании, как геморрой, редко говорят, несмотря на то, что в течение жизни с этим сталкиваются многие. Этот недуг не понаслышке знаком офисным работникам, водителям, кассирам и беременным женщинам. Среди пациентов общеизвестны болезни геморрой. Они все приходят основным одним жалобом, что беспокоит геморрой. Мы здесь детально смотрим, консультируем и диагноз устанавливаем. На основании диагноза назначается лечение. Геморрой дальняя болезнь делится на 4 степени. Это первая и вторая степени, это начальные стадии. Это лечится консервативно. Последние 2-3-4 степени это оперативным путем. Одним из частых осложнений это кровоочтение. Частое кровоочтение приводит к анемии. К анемии и пациент уже не может работать. Работоспособность теряет. Это часто у молодых. Второе осложнение по частоте это нагноение, гнойные осложнения. Геморроидальные узлы осложняются трещинами анальные. И они в свою очередь приводят к гнойным осложнениям. Это называется парапроктиты, острый парапроктит, гнойные осложнения. На ранних стадиях геморрой намного легче подается лечению. При возникновении первых неприятных симптомов следует обратиться к врачу. Обследоваться еще необходимо потому, предупреждают специалисты, что под видом геморроя могут скрываться более серьезные заболевания. В условиях областной клинической больницы пациенты могут получить консультацию высококвалифицированных врачей, сдать все необходимые анализы. Как известно, любую болезнь легче предотвратить, чем лечить. На этом программа Медикон подошла к концу. С вами была Елена Карпенко. Увидимся через неделю. И не забывайте, здоровье – это самое большое богатство, и его нужно беречь.